Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги депутатского года. Какие наказы избирателей были выполнены и что еще предстоит сделать народным избранникам, узнаем прямо сейчас. Сегодня мы пригласили в студию депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа. Евгений Усков, Наталья Литвинова, Алена Какоева и Алексей Валуев. Здравствуйте! Здравствуйте! Алена Викторовна, давайте начнем с вас. Совсем недавно мы снимали небольшой репортаж о ходе строительства нового детского сада в поселке Лопатина. Давайте посмотрим сюжет. Строительство нового детского сада в поселке Лопатина началось около года назад. Третий корпус дошкольного отделения местной школы, рассчитанный на 200 воспитанников, возведен по заказу Видновского управления капитального строительства. Депутат по данному округу Алена Какоева проверила ход выполнения работ. 8 групп. На первом этаже у нас 4 группы для детей раннего возраста. Это с 2 до 3 лет, с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. Детский сад будет муниципальный. Режим работы 7 до 7 часов с 5-разовым питанием. В детском саду просторные коридоры, лестничные проходы, отдельные помещения для таких специалистов, как логопеды и психологи. На первом этаже расположен пищеблок со всем необходимым современным оборудованием. Также здесь находятся медицинские кабинеты, изолятор и процедурная комната. На втором будут заниматься и отдыхать 4 подготовительные группы детского сада. В каждой раздевалка со шкафчиками, игровая зона, санузел и спальня. В педагогическом штате у нас 20 сотрудников, из них 14 воспитателей, 5 специалистов и старший воспитатель. В каждой группе будет младший воспитатель, уже набраны сотрудники. Есть также сотрудники для работы в прачке и технический персонал для уборок помещений здания. Новый детский сад станет настоящим подарком для местных жителей. В нашем районе очень много молодых семей, в которых не по одному ребенку и все с нетерпением ждем к Новому году открытия нового детского сада. Также впечатляют красочный музыкальный зал и большой физкультурный для занятий различными видами спорта. Открытие дошкольного учреждения планируется к Новому году. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Алена Викторовна, насколько я знаю, вопрос образования особо актуальный для Вас? Ну да, я работаю заместителем директора по воспитательной работе, курирую дошкольные учреждения. Конечно, этот вопрос мне очень близок. Ни для кого не секрет, что в Ленинском городском округе очередя очень большие детские сады. И поэтому мы с администрацией и с управлением образованием делаем все возможное. Ну, например, в прошлом году мы начали участвовать в губернаторской программе «Детский сад у дома». И первый полисадик мы открыли на территории усадьбы Суханово. Также в Ленинском городском округе мы рассчитываем открыть около 50 детских садов. В этом году мы бюджетом предусмотрели на переустройство кабинетов, которые функционируют сейчас в детских садах, в 2024 и 2029. Будем переустраивать, переоборудовать кабинеты специалистов по групповые. И можем предоставить также 60 мест для деток. И буквально 16 декабря мы торжественно будем открывать третий корпус дошкольного учреждения «Лопатинская СОЖ», где заказчиком является не застройщик, а видновское казенное учреждение. Алена Викторовна, на сколько мест рассчитан детский сад? Детский сад рассчитан на 200 мест, там 8 групп для детей с 2 до 7 лет. То есть это значительно уже упростит? Разгрузит, конечно, очередь именно для жителей 5-го избирательного округа. Еще планируются какие-то в этом районе учреждения? Да, планируется. Мы также бюджетом предусмотрели деньги на строительство школы и 4-го корпуса. Но так как территория... Это тоже будет еще один детский сад? Да, да, да. Будет еще один детский сад и еще одна школа. Территория, где должна быть стройка детского сада и строительство школы, попала в охранную зону усадьбы Суханова. И сейчас активно ведутся переговоры с начальником управления архитектуры и администрацией Ленинского городского округа. И как только согласуют документацию, мы приступаем к строительству школы и 4-го корпуса. И это, конечно, значительно разгрузит очередность детских садов и школы. Какие еще есть проблемы на вашей территории? С какими обращаются к вам жители? Очень много обращений, конечно, по парковочным местам, много обращений и благоустройства детских площадок. Также обращаются жители с личными вопросами, им нужна юридическая помощь. И каждый понедельник с 4 до 6 часов я провожу приемы в территориальном отделе Расторгуева, где каждый житель может прийти, обратиться с просьбой. Иногда все вопросы мы решаем на месте, а иногда, конечно, берем на контроль. А отделение почты, да, насколько понимают, это тоже актуально? Это вопрос. Конечно, да. Это было обращение жителей. Мы писали письма, нам отвечали, что нет помещения. Спасибо активным жителям и территориальному отделу связались с управляющей компанией, нашли свободное помещение, связались с собственником и отправили всю необходимую документацию в администрацию. И вот сегодня у нас работает отделение почты. То есть оно уже заработало, да? Да, да, да. Оно с лета уже работает, поэтому и люди пользуются этой услугой. Спасибо большое, Алена Викторовна. Так, Алексей Юрьевич, теперь переходим к вашему избирательному участку. Расскажите, какие в основном у вас проблемы, с чем обращаются жители и вообще, что уже было сделано за этот год? Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. На самом деле было сделано много, как говорится, предстоит сделать еще больше. За последнее время были решены такие проблемы, как ограничение транзитного проезда на северной стороне Бутово-парк-1. Я сам являюсь жителем Бутово-парка, поэтому своими глазами вижу и ощущаю эти же проблемы. То есть это было какое-то общее было, да, общая проблема? Это общая проблема, да, для всего микрорайона, потому что весь транзитный транспорт, который идет с области, он проезжает мимо домов. Причем маршрутки, грузовики, фуры, газели, личный транспорт, он идет сплошным потоком мимо жилых подъездов. То есть жители выходят из подъездов и сразу попадают под колеса машины. Было вплоть до того, что несколько несчастных случаев, когда дети убегали из подъезда, попадали под колеса. И проблема требовала решения. К сожалению, она у нас очень долго решалась. Была создана большая инициативная группа, которая вместе как раз с администрацией, с депутатским корпусом была решена в итоге. После получения всех необходимых согласований был установлен шлагбаум. И теперь посторонние машины не могут там проезжать, чтобы сократить выезд на Варшавское шоссе. Алексей Юрьевич, предлагаю посмотреть сюжет по вашей работе. К избирательному округу номер 4, в котором работает депутат Алексей Валуев, относится микрорайон Бутово-Парк. Одну из основных проблем густонаселенной застройки удалось решить в этом году. Около дома номер 21 был установлен шлагбаум, ограничивающий проезд транзитного транспорта по дворовым территориям. Так как здесь был просто нескончаемый поток машин, которые ехали и маршрутки, и машины, которые просто проезжали нескончаемым потоком на Варшавское шоссе, мимо жилых домов. И, соответственно, дети, жители, пожилые люди, которые уходили из подъездов, они упирались в этот поток машин. И было вплоть до того, что были несколько несчастных случаев, когда детей даже сбивали. Инициативная группа жителей подготовила проект и обратилась к депутату с просьбой установить шлагбаум. После согласования с администрацией, со всеми ведомствами и службами он появился здесь в начале текущего года. Сделано очень удобно. Здесь можно проезжать через приложение, можно проезжать через транспорт ледовой карты. И, собственно, сами жители также через приложение, через звонок могут открыть. Кроме этого, Алексей Валуев поспособствовал проведению общих собраний жителей по вопросу смены управляющих компаний. Данная проблема волновала жильцов многоквартирных домов не один год. Здесь около сейчас 20 домов и несколько управляющих компаний. Вот 9 домов за последний год перешли в ту управляющую компанию, которую они сами выбрали на общем собрании собственника. Также стоит отметить работу депутата по повышению уровня безопасности пешеходов при переходе через Расторгуевское шоссе. Была изменена разметка и установлен светофор, регулирующий выезд автомобилей со двора. По отзывам люди довольны. Ну, кто-то не нравится, что нельзя перебежать и быстро перейти. Но в основном жители довольны, кто соблюдает правила дорожного движения. Все-таки это наша безопасность. Алексей Валуев находится в постоянном контакте с жителями и продолжает решать проблемы по их наказам и обращениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Алексей Юрьевич, какие задачи ставите на следующий год? На следующий год у нас текущие задачи. Это благоустройство, ремонт надземного перехода. Очень часто актуальная проблема. Хочется попросить помощи в администрации. То есть как раз в решении сделали плитку, но теперь там конструкция обваливается. То есть просто небезопасно переходить по этому переходу для жителей. Там с северной стороны дети ходят в школу. Поэтому как раз хотелось бы решения, помощи с решением этого вопроса. По выбору совета домов тоже какая-то тема такая проблемная, нет? Это не проблемная тема, это общая проблема. То есть это качество обслуживания управляющих компаний. И мы, я как заместитель руководителя ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского отделения Московской области, как раз занимаюсь проблемами ЖКХ. И мы всем жителям как раз рекомендуем создавать советы домов для решения своих проблем. Вот в Бутово парке, в тех домах, которых не было, то есть в девяти домах были проведены общие собрания собственников и выбраны советы домов. Также были смены управляющих компаний, с тех, кто плохо выполняет свои обязанности, на тех, кто нормально их выполняет. Ну, названия не будут озвучивать, чтобы не рекламировать никого. Спасибо большое. Так, Евгений Александрович и Наталья Ксенбаевна. У вас, насколько мне известно, общая работа, да, в каком-то смысле? Ну да, у нас территория... Смежные. Смежные мы даже делим дома на улицу. У нас всего две улицы в рабочем поселке Дрожжино. Новое шоссе и улица Южная. И у нас с Евгением пересечение идет по работе. То есть Евгений совершенно недавно присоединился? Да, я присоединился в сентябре месяце. Были до выборов совет. Вот с сентября работаю на территории. Так, ну и какие ваши вообще проблемные вопросы? Что удалось решить? Ну, у нас район густонаселенный. Хоть мы и называемся рабочий поселок Дрожжино, но мы уже давно переросли отметку. Мы уже практически город в городе. У нас, конечно, проблемы – это транспорт, это образование, нехватка мест дошкольных образовательных учреждений. У нас совершенно мало школ и, конечно, обилие автотранспорта. Конечно, мы поступательно решаем все вопросы. И я считаю, такой большой прорыв в этом году мы совершили это. Сделали выезд общественного транспорта на Варшавское шоссе, выделили полосу специально для этого. Конечно, люди теперь оставляют свой транспорт, пересаживаются на общественный и спокойно покидают микрорайон до бульвара Дмитрия Донского, до метро ближайшее. Конечно, это облегчило уже ситуацию, и пассажиропоток уже идет лучше. Также мы в этом году реализовали наказы избирателей. Мы расширили парковочное пространство на улице Новое шоссе по учетной стороне. В прошлом году мы сделали нечетную сторону, в этом году мы полностью обустроили новое шоссе по учетной стороне. Также мы открыли в этом году, тоже считаю, это большой прорыв. Спасибо администрации Ленинского городского округа, Алексею Петровичу Спасскому, потому что благодаря таким совместным усилиям был открыт детский сад на 325 мест в строящемся микрорайоне. Там еще не сданы в эксплуатацию дома, а детский сад уже был нам передан в пользование. То есть сейчас он уже работает? Да, это зачислено порядка 325 детей. Это значительно разгрузило очередь в рабочую поселку Дрожжино из деток. Мы очень счастливы этим событием, потому что обычно у нас же как сдаются дома, потом соцобъекты, здесь у нас получилось все немножечко наоборот. И, конечно, следующий этап мы планируем, все-таки очень надеемся, что в сентябре мы сможем запустить две школы на территории. Это также разгрузит школу Бутовскую, СОЧ номер 2, потому что сейчас она переполнена более чем в два раза. И мы ждем это событие. Наверное, самое долгожданное будет. Я предлагаю также посмотреть сюжет моих коллег о вашей работе. И продолжим разговор. Избирательная округа 1,2 Ленинского городского округа довольно непростые. Тут тебе и множество новостроек, и частная застройка, и СНТ. Как и в любых новых микрорайонах, есть некоторые проблемы с инфраструктурой и ее доступностью. К тому же в апреле этого года первый избирательный округ остался без депутата. Вплоть до осени его курировала Наталья Литвинова, народный избранник по второму округу. Пока в сентябре в должность не вступил Евгений Усков. Тем не менее, за 2022 год было сделано немало. Одно из самых главных достижений – долгожданный старт строительства пожарного депо у Симферопольского шоссе, которое будет обслуживать около 200 тысяч местных жителей. Писали письмо, обращались к депутату Государственной Думы. Активные жители микрорайона писали коллективное письмо. Нам удовлетворили. Земля была передана от застройщика в муниципалитет наш, в администрацию Ленинского городского округа. Далее на Совете депутатов нами было принято решение о выделении денежных средств на заливку плиты бетонной. Депутат Совета депутатов по Дражино, по Лопатина, по Бутово-парк курируют данный вопрос, потому что он достаточно актуален для жителей этих микрорайонов. Ближайшее пожарное депо, которое обслуживает эти микрорайоны, это 28-е, в городе Видно. На сегодняшний момент подготовлена уже площадка и плита залита. К коммуникации все договоры подписаны, ожидают подключения. Само депо будет возведено за счет средств областного бюджета в рамках программы «Безопасность Подмосковья». Пожарное депо на 6 машин выездов, полноценное большое депо. Будет и автолестница здесь нести дежурство, и два отделения в расчете. Порядка 65 человек подразделения. Не менее важная проблема – образование. В конце лета в микрорайоне Бутово-парк-2 был открыт третий корпус детского сада «Город детства» на 325 мест. Продолжается строительство двух школ на 1100 и 825 мест. Одну из них возводит застройщик, другую финансирует Московская область по госпрограмме строительства объектов социальной инфраструктуры. Также 15 декабря по просьбам местных жителей возле Бутовской школы номер 2 откроется долгожданный большой каток. «Современная ледовая площадка уже уложена, айсматы специальные. Здесь предполагаются раздевалки теплые, прокат коньков, место для хранения специальной машины, которая будет за этим ледом ухаживать, ну и все благоустройство, которое требуется для катка вокруг». Были решены и некоторые транспортные проблемы. К примеру, летом открыли прямой выезд с нового шоссе на Варшавское для общественного транспорта, что позволило существенно разгрузить дороги. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Евгений Александрович, расскажите о планах, какие вы уже поставили, какие-то тоже задачи, что необходимо, считаете, сделать в первую очередь на вашем участке? Как сказала коллега, участок у нас, микрорайон новый, и участок очень сложный. Вся территория практически находится у застройщиков, и администрация сейчас занимается, и мы с администрацией занимаемся тем, чтобы эти земли перешли все-таки в муниципалитет, перешли в каких-то моментах к управляющим компаниям, к жителям, чтобы там начать заниматься проблематикой. Основная проблема у нас на территории, как сказала Наталья, это транспорт. И мы с активными жителями микрорайона, это очень такая достаточно большая инициативная группа, которая помогает нам в проблемах, занимаемся с переговорами с перевозчиком, встречаемся с администрацией, с главой Ленинского округа, и пытаемся решить этот вопрос. На будущий год в новом контракте предусмотрено увеличение количества автобусов, которые будут перевозить пассажиров. Будет не только увеличено их количество, но и их размеры. Не будет малого класса, будет только средний класс, возможно, большой. Все еще упирается в разворотные площадки, которых нету. И сама улица Южная, допустим, где они ходят, не позволяет большому транспорту проехать. То есть транспорт – это основная проблема. Проблема ЖКХ, работа с управляющими компаниями. На будущий год у нас намечено достаточно обширное мероприятие со всеми компаниями по каждому дому, по благоустройству территорий придомовых, с советами домов. Будет озеленение, будут ремонты детских площадок, что очень актуально, потому что в районе очень много детей. Площадки имеют очень быстрый, естественно, износ. Мы, естественно, планируем заниматься их ремонтом, модернизацией. Запланировано, внесено предложение в совет депутатов на будущий год также расширить парковочное пространство на улице Южная в виде парковочных карманов. И если нам позволит ситуация, мы это сделаем. Ждем очень открытие двух школ. Это действительно разгрузит ситуацию у нас. Сейчас школы уже в достаточно таком хорошем находятся состоянии. То есть полностью... Сколько школ сейчас на территории? Только две школы? Строятся две школы. Строятся две школы. В этом году уже реализован проект по строительству пожарного депо, который будет обслуживать не только Дрожжино, но и Бутово-парк-1, Боброво, Лопатина. Администрация Ленинского городского округа выполнила свою часть контракта, залила плиту основания, подвела коммуникации. И сейчас направлены соответствующие письма в область для дальнейшей реализации этого проекта. Будет примерно на 8 постов депо пожарное для того, чтобы оперативно реагировать на все вызовы, которые поступают от жителей. Ну и стандартная проблематика на районе – это кражи, хулиганство, ну и так далее. Работаем очень тесно с Министерством внутренних дел. У нас запланировано строительство полноценного ОВД, есть свои подводные камни, своя проблематика, но я думаю, что в перспективе ОВД тоже откроется. Ну а в остальном проблема, как у всех новых ЖК. Много жителей, много проблем. Потихоньку-потихоньку разбираемся. Ну, наверное, самое яркое у нас событие ожидается – это открытие ледового катка, которого мы очень все ждем. Тоже в Дружино? Да, да. На территории Бутовской школы номер 2. Также спасибо Алексею Петровичу, Станиславу Николаевичу, Валерию Николаевичу Черникову. Это такой большой проект. Конечно, он очень нам нужен, так как у нас очень много детей в районе, у нас очень много молодых семей. И совершенно некуда податься в районе. Ну, совершенно. Вот это только в Москву уезжать куда-то. У нас никогда не заливались коробки хоккейные, они просто стоят пустые. И, конечно, это событие ждут все. И взрослые, и дети. И мы все ждем грандиозного такого открытия, которое будет с матч-легенд. В субботу, да. В субботу мы ожидаем. Надеюсь, погода нас не подведет, и все будет замечательно. Сегодня как раз представители администрации, территориальный отдел, депутаты осматривали площадку, где все это строится. Готовность высокая. В субботу будет матч звезд. Приедут наши звезды с области, будет играть наша глава. Мы уверены, что будет участвовать. Покажет прекрасный матч. Всех жителей приглашаем, чтобы все посмотрели. Это будет хорошее мероприятие, хорошее место для проведения досуг детей, родителей. Я поправлю, в этом году у нас активные жители на микрорайоне заливали и заливают сейчас хоккейные коробки, дворовые. Да, еще одна годия, дворовые. Дворовые, да. Большие молодцы. То есть наш опыт о том, что есть активные жители, он очень, конечно, помогает. Зачастую мы не видим какую-то проблематику, но как-то замыливается взгляд. Возможно, мы как-то уходим больше в свою сферу работы. А здесь нам помогают увидеть эти проблемы и дать какой-то такой толчок для дальнейшего действия. Я считаю, что это такой хороший опыт, и можно его принимать. Мы очень благодарны, действительно, жителям активным. Потому что мы слышим то, что действительно происходит на самом деле. И так как я тоже проживаю на территории, мы, конечно, очень тесны. Вы ведете прием также в территориальном отделе? Да, в территориальном отделе. То есть могут прийти, записаться к вам? Да, конечно, да. Каждый третий-четверг месяца провожу прием в территориальном отделе. Но помимо этого, я сам специалист в области ЖКХ, работаю в области ЖКХ. И я построил работу так, что я встречаюсь на территории один-два раза в неделю точечно с домами, либо с несколькими домами сразу. В дворах, в подъездах мы делаем обходы для уже дальнейшей работы с управляющими компаниями. Потому что все мы понимаем, что ЖКХ сфера тяжелая, и управляющие компании где-то недорабатывают, и приходится взаимодействовать. Жители благодарны, видят обратную связь от нас и от управляющих компаний. Спасибо большое за информацию. И спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. А я напоминаю, что сегодня у нас были в гостях депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Алена Какоева, Евгений Усков, Наталья Литвинова и Алексей Валуев. Мы подводили итоги депутатского года. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин